В Великом Новгороде продолжается замена лифтов в многоэтажных домах. Ускорить этот дорогостоящий процесс позволяет специальная программа фонда капремонта. Ради будущего удобства и безопасности жильцы высоток готовы даже мириться с временными трудностями. Какими, расскажет Арина Аксенова. Второй месяц Николай Семенович поднимается на пятый этаж по лестнице. Однако наша съемочная группа приехала в этот дом на улице Коровникова вовсе не для того, чтобы выслужить жалобы пенсионеров. Скорее наоборот, временное неудобство жильцы переносят в стойко, ведь новые лифты того стоят. Николай Семенович, ну как вам новый лифт, расскажите? Очень хорошо, мне нравится. А что здесь раньше было? Ну, то же самое кабинка была, была плохая. С 91-го года дома. Со временем все меняется, все стареет, а сейчас другое дело совершенно. Красота? Очень хорошо. Прокатиться в новой кабине нам с Николаем Семеновичем пока не разрешили. Хотя работы по установке завершены, до окончания всех проверок пассажирам здесь не место. Впереди комиссия Ростехнадзора, и только после нее лифтами можно будет пользоваться. Хотя подрядчик уверяет, вероятность катастрофы почти нулевая. Кабины лифтов срываются и падают на дно шахты только в кино. В реальной жизни, если скорость движения лифта превысит 10%, сработают ограничители, и кабина сядет на специальные уловители. Кстати, один из этапов проверки новой кабины инженеры так и называют – кидать лифт. Этот лифт уже кидали. В его надежности сомнений нет. Здесь все абсолютно новое – от мотора до проводки. Он потребляет в два раза меньше электроэнергии, объявляет этажи приятным женским голосом и снабжен антивандальными кнопками. Осталось все это сохранить. Сейчас тоже переживают. Самое главное, если люди увидят, может быть, с детьми переговорят, потому что хотелось бы, чтобы не клеили жвачки, фломастерами рисовали и не выковыривали кнопочки. Стоимость одного такого лифта – около двух миллионов рублей. В среднем одному подъезду в девятиэтажном доме пришлось бы копить взносы на своем спецсчете около десяти лет. Быстрый вариант – замена лифтов на средства регионального фонда, известного также как котел. Котел – это общий счет регионального оператора, на который собираются все средства собственников, которые выбрали способ формирования общий котел. А затем из этого котла и оплачивают такие дорогостоящие работы, как замена лифтов, которым перевалило за 25. До конца 2020 года будут установлены 42 лифта в 12 многоэтажках Великого Новгорода. А жителям дома на Коровниково осталось ходить пешком всего несколько дней. Арина Аксенова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. 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 Новости